В минувшую субботу правоохранители задержали несколько горожан, у которых были обнаружены 4 свёртка в изоленте. В них оказался синтетический наркотик общей массой почти 5 грамм. Напомним, на прошлой неделе завершилась акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках указанной акции действительно поступает информация от жителей города, именно от неравнодушных жителей города, о противоправных действиях, подозрительных лицах, которые могут быть причастны к совершению незаконного оборота наркотических средств. В данном случае также поступила информация о том, что несколько жителей города в указанном микрорайоне копаются в снегу, предположительно ищут закладки наркотических средств. В другой день была задержана 44-летняя местная жительница, которая нанесла телесные повреждения своему приятелю. Инцидент произошёл в 6 микрорайоне города. Женщина в ходе ссоры со своим знакомым нанесла ему ножом несколько ножевых ранений в грудь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Умышленное причине лёгкого вреда здоровью. Жертвами мошенников стали сразу два местных жителя, которые попались на уловки в интернете. Так 24-летний нефтьюганец собирался купить редуктор для автомобиля. Перевёл якобы продавцу 32 тысячи рублей, но так товар и не получил. В другом случае женщина хотела купить породистого щенка. В течение дня было немножечко, какие-то сомнения были. Одна нестековка, потом вторая нестековка. Потом, в конце концов, выяснилось, что это мошенники. Впервые в своей жизни я столкнулась с таким. Какую сумму потеряли? 13 280. Всего за минувшие дни в городе произошло 6 ДТП без пострадавших. Госавтоинспекторы задержали одного пьяного водителя, а ещё один отказался проходить медицинское освидетельствование. Алина Морозова, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok